В здании 46-й школы поменялось буквально все от пола до потолка. Построили его в 1956-м, а последний капитальный ремонт делали 28 лет назад. Два года назад во время урока в кабинете начальных классов с потолка осыпалась штукатурка. Никто не пострадал, но городские власти приняли решение привести школу в порядок, а учащихся их в школе свыше 700 временно определили в соседние учебные заведения. Было принято решение прийти к капитальному ремонту всего здания школы. Он прошел необыкновенно быстро. То есть период всего занял два года. Год от разработки и подготовки документации проектных смертных и год выполнения непосредственно работ по капитальному ремонту школы. Во время ремонта здесь укрепили фундамент, установили новые окна, отремонтировали кровлю, полностью заменили системы электро- и водоснабжения. Снаружи и внутри здания провели отделочные работы, оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию вокруг школы. В коридорах установили специальные сенсорные медиаэкраны с расписанием. В классы актовые спортивные залы и столовую закупили новое оборудование. Дети учатся в две смены, пока школьные повара готовят только завтраки. Но уже со следующей недели появятся и обеды. Оценить изменения в обновленной школе приехал губернатор Дмитрий Азаров. Считается и уже никто не спорится, даже соседи наши ближайшие из Ульяновска, из Татарстана, из Саратовской области, что самое красивое течение реки Волги именно здесь, на территории Самарской области. Конечно, во многом благодаря уникальному ландшафту. С этого года в школах 63-го региона по инициативе Дмитрия Азарова появился новый предмет «История Самарского края». Ученица начальной школы Яна Теняева к изучению дисциплины подходит ответственно. Говорит, хочет знать о Самаре все. Очень интересный. Изучаем про край наш. Вот сейчас, на данный момент, мы изучаем пока про реки, ну, про Волгу. Для того, чтобы дети усваивали новый предмет лучше, глава региона поручила организовать для школьников экскурсию в национальный парк «Самарская лука». Мэриил Чан, Максим Гусев, События.